Всем привет, чувачки, с вами Алс Келл, и сегодня у нас школьные истории, я буду читать ваши школьные истории, которые вы мне писали в комментариях под прошлым роликом, и самое интересное, мне это брали, сегодня я их буду зачитывать, и сегодня мы будем на них хихикать, короче, с вас лайк, и пишите ваши школьные истории в комментариях, не забывайте обязательно, сейчас будем хихикать, хихи. Привет, Милс, приветики, Полина, и все, кто это слушает или читает, я Ева, и хочу рассказать историю, которая произошла несколько дней назад, если что, я в шестом классе, почему-то самое интересное происходит именно в шестых классах, кстати, я реально тоже заметил на школьные истории, в основном, когда вот были, Типа пятый-седьмой класс Это вот то время, когда все дебилы немножко И реально какие-то истории такие происходят Ну, я не знаю, то ли это побур... Побуртат? Это что? Полуфабрикат? То ли это полуфабрикат То ли это побуртат, потому что все крышу сносят У девочек, у мальчика Мальчики растут, девочки уменьшаются, сиськи растут Короче, реально как будто в этом возрасте Самые дебильные истории происходят У нас тоже в школе так всегда было Вот именно эти классы я запомнил лучше всего На первом уроке физкультуры моя одноклассница сломала палец Не то, что это произошло первый раз Короче, шестые классы вышли на новый левел Освобожденная девочка со сломанным пальцем Ее ЛП И я со своими компрессионным переломом позвоночника Сочувствую очень сильно Звучит очень, как бы не очень Решили погулять по школе Идем мимо кабинета нашего параллельного класса И оттуда выходит мальчик, у которого весь лоб в крови Я так прочитал, как будто так весело Ну, продолжим так же Идет еще какой-то пацан И их классуха Это был ее урок, то есть английский Кровь по всему этажу В итоге нам сказали их одноклассники, что они шли и столкнулись А так, как один был выше, а другой ниже У одного отломилась половина зуба И впилась другому в лоб Капец, просто что за история Ну, а если читать в целом весело Возможно, Ютуб даже не будет мне кидать Желтые монетизации на такие видосы Потому что Ютуб что-то задолбал мне с этим И, возможно, он подумает, что это веселая история Кровь кишки Но то, что зубом в лоб впиться, трыдец В итоге врача, как обычно, не оказалось Тем более, мы вторая смена А его даже на первую не всегда бывает Поэтому на вакте мальчику просто заклеили лоб пластырем У него зуб торчит, и такой пластырь Их всех отпустили Они были рады Так как должна была быть проверочная В итоге у одного мальчика нет половины переднего зуба А у другого, возможно, шрам не видит Но этого я еще не знаю А как? Подождите А вот это вот переперчили Вичом Это что такое? Просто вкинуло или что? В итоге все хорошо У парня Вич Веселая история Как хорошо, что все позитивно закончилось Обожаю такие Классно Ставьте лайки Погнали к следующей истории Привет, Антон Эта история произошла недавно У нас сегодня, походу, будет все истории Которые произошли недавно Если у вас реально недавно произошла Какая-то смешная история Обязательно пишите под видос эту историю Потому что я ее могу прочитать в следующем ролике Это очень круто Самые свежие истории всегда в приоритете Ну и как бы самые дебильные истории тоже в приоритете Погнали У нас был первый урок География Никто не любил этот урок Но у нас был новый учитель Почему не любят географию? География как будто самый легкий предмет Вообще как бы нет Как можно не любить географию? Мы на географии всегда фигней страдали И мы увидели его впервые учителя Урок начался Этот учитель не знал, как поднять электронную доску Ее поднимать надо Она типа не висит Ее нужно как-то приподнять Так Оп Он думал что нужно потянуть наверх Он потянул и эта доска упала Короче нового учителя больше нет Остался миллиметр до проектора Если бы доска попала на проектор То он упал бы на нас Но учителя походу шило в попе И он решил встать на парту И повесить эту электронную доску Я немножко не понимаю Как может выглядеть электронная доска Чтобы ее нужно было поднимать Доставать и так далее Она разве не просто висит Это же электронная доска Или вы про электронную доску Это типа проектор вот этот Вот я немножко не понимаю Он уже отряхивает руки И вдруг парта ломается на две части Короче учитель я чувствую Недолго у вас проработал Все думали что учителя уволят Но нет Учитель сломанную парту выкинул Сейчас эта парта находится за школой Ну история позитивная Жаль что учителя не уволили Да Не на самом деле Увольнять учителя географии Географы на самом деле Сейчас на вес золота Как и учителя английского языка Потому что если ты учителя английского языка То почему ты вообще Как бы где-то там живешь Надо в Америку лить В Америку В Америку В Америку Но позитивная история Да Никто ж не пострадал Кроме учителя и парта И проектора Нормально Позитивно Лайк Следующая история История произошла в пятом классе О это самые интересные истории Начинают с пятой класс Я учусь в Испании А точнее в испанской школе Испаньола Мамма миа Или что это Нет это итальянский На перемене мне стало очень скучно И я решила поучить Моих испанских одноклассников Русским Ну мату Блин Я думал ты будешь там Я не знаю Литературе учить Ну да Начался урок Тишина Учитель рассказывает новую тему И тут один одноклассник закричал Я пи***ц Ну тут прям как гавцом Типа Блин Я пи***ц Ну как бы Второе слово Которое тут как бы есть Оно вроде бы Мультиязычное Типа оно еще в испанском Ну по крайней мере в Америке Такое слово понимают И как бы еще По башке могут настучать немножко Учитель в шоке Я ржу как не в себе Но одноклассник решил сделать вид Будто ничего не было И тут такие смайлики И это только часть истории На следующий день Я пришел в школу И на перемене резко бежит Одноклассник И кричит Пупсик Я тебя Типа Слушай Не тому ты учишь ребят Там в Испании Интересно Интересненько Куда же дальше идет история У нас русскоговорящий директор Он как раз проходил рядом Услышал это И посмотрел на меня На одноклассника Потом опять на меня И на одноклассника Тут я не успев моргнуть Оказался в кабинете директора Он сказал Что лучше так не шутить Вывод Я тебя Ты был пупсик Хороший вывод Ну Как бы Позитивная история Как бы Все живы Все вроде бы остались в школе Позитивная история А потом приезжают к нам Испанцы И это говорят Просто на каждом шагу У нас была история Где как бы Американец На каком вы языке говорите Я говорю На русском И мне говорят Это такой взрослый мужик Типа 40-50 лет Такой Погнали к следующей истории Привет Милс Пишу историю четвертый раз Надеюсь заметишь Ну вот видите Кто-то написал историю Четвертый раз Ее заметили Поэтому пишите по несколько раз Если история реально стоит того Ее заметят И подписывайтесь Если вы еще не подписаны Потому что мы идем сейчас Пяти миллионов Пожалуйста Поэтому буду каждому рад Кто подпишется Вообще Спасибо большое Что вообще Смотрите видосы Ставите лайки И подписывайтесь Погнали дальше К истории Это было в третьем классе Сейчас я уже в пятом У нас был урок Кубановедание Кубановедение Это вы майнкрафт изучаете? Что это за урок? И училка вышла из кабинета К директору Наш класс начал бесститься И все такое Ну это Гриферят На кубоведание Гриферят кубы Я решила выйти из класса В то ли Не подождите История пока что не продолжается Объясните мне пожалуйста Что такое Что это за предмет Чем вы там занимаетесь? Кубановедение Ну реально Кубы изучают Я решила выйти из класса В туалет Иду по коридору назад И слышу грохот Прибегаю в класс А там стоят два одноклассника И придерживают два шкафа Я подумал Они прибегают в класс А там Да ты чё? Бля Типа Типичная ситуация на кубоведение Еще внизу стоял стул Я так поняла Тоже для поддержки Оказалось Какая-то девочка залезла в шкаф И начала его шатать Мы позвали географичку И директора С классухой И вытащили ее из шкафа То есть она там Заперлась Такая я не выйду Я не выйду Очень странно У нее был перелом нос Не надо было смеяться Сотрясение мозга И были царапины на руке От стекла Вывод Не залезайте в шкаф Залезайте на шкаф Нет плохой вывод на самом деле Ты чё советуешь Ты чё сумасшедший А с девочкой все хорошо Респект тем пацанам Которые держали шкафы Вывод странный Как бы Но я так понял Что девочка в шкафу Залезла в шкаф Шкаф упал Ну пацаны держали А девочка упала Сотрясение мозга Нос сломала Царапины Ну Франкельштейн Короче она стала Ну трындец История на самом деле Прям трындец Ну позитивно Все закончилось Все живые Погнали дальше Привет Милс Я бы хотел рассказать Одну очень смешную историю Которая произошла В пятом или шестом классе Это был обычный день В нашем проблемном классе Все классы проблемные Вот я всегда слышал Все проблемные классы Но тут до меня доходит слух Что мой одноклассник Принес кое-что интересное В школу Всем сразу стало любопытно И его окружил весь класс Те самые крыски Это заметили Побежали к классухе Все рассказывать Пришла классуха И устроила лютые разборки В рюкзаке одноклассника Был голубь Серьезно Которого он поймал На вокзале Чтобы подарить сестре На день рождения Голуба пришлось Выпустить в окно А он был хромой Обидно На самом деле Голубя можно было бы И подлатать Но история интересная Красивая Блин Хотя бы не сжарили голубя Уже замечательно Погнали дальше Привет, Милс Это история о том Как у нас в школе Случилась эпидемия Предыстория У нас в школе Недавно открылась После Кат-кат-кат-кат-кат-кат А-а-а У нас школа Недавно открылась После капитального ремонта И перед открытием Ее очень хорошо обработали Чтобы не осталось Никакой опасной грязи Опасной грязи Вы где? В Чернобыле учите? Что за опасная грязь? История Это произошло На прошлой неделе В пятницу четверг И у нас после столовой Должен был быть русский После столовки В коридоре Образовалась давка И мы потеряли Одного одноклассника Его зовут Ярик Именно про него Это история Это история Это Ярик водил Ярик глушее Бачок пути Ярик велась Надеюсь, да Мы проходим классы Через минуты три К нам валивается В прямом смысле Ярик У него кружилась голова И его жестко рвало Это вот заваливается Такой Морти Морти Я представляю именно так И за шесть минут До начала урока К нам забегает русичка И говорит Что русский отменяется Так как она себя ужасно чувствует К нам заходит классно И говорит Что будет классный час Во время классного часа Бедный поцик сидел Как салфетка Такой же бледный И потрепанный После классного часа Мы все пошли за куртками Я и еще пара одноклассниц Переобулись И заметили На крыльце Какую-то толкучку Оказалось Ярик упал в обморок Вот это мне уже Не сильно нравится Как бы вот эти вот истории Когда кто-то прям Угу Обморок Это самый страшный Для меня всегда Оказалось Это была Ра-ва-да-ды-ды-ба-бу-ды-ба-ды Вот так вот Оказалось Соситесь на уроках Не на самом деле Это другой вывод Вывод Избегайте лестницы Ротовирусов И чего это еще Надеюсь попаду Куда в вену Ты написал Надеюсь попаду Поменьше Соситесь на уроках Не облизывайте Друг друга Чтобы не заразиться Ротовирусной инфекцией Потому что Она где находится В ротике Вроде бы Я не помню Ну от слова Род же Короче позитивная история Вроде бы Ярик живой Ну пол школы заразилась Там же нет истории О том что пол школы сдохла Все замечательно Погнали к следующей истории Привет Нес Историю которая связана С историей из одного Твоего прошлого ролика Опа на Вот это что-то новенькое История про учителя Андрея Петровича Который забыл отключиться От колонок в актовом зале И играл в геометри дэш Ааа я помню эту историю Да хорошо Так вот Когда наш класс узнал Что история про нашего Учителя музыки Попала к тебе в ролик Мы слегка прифигели Вот это фидбэк Которого я ждал Потому что сколько я Школьных историй прочитал Уже наверное сотни И никто не давал фигбэк Так мне уже интересно Так давайте И я с одноклассницей Решили пойти И рассказать об этом Андрею Петровичу Подходим мы к Андрею Петровичу И спрашиваем А вы знали что вы теперь популярите Он стоит в недоумении И мы начинаем показывать ему ролик Он стоит в афиге И все что он сказал это Я никогда не забываю Отключаться от колонок И просто ушел Ха-ха-ха Выводы Андрей Петрович еще не готов быть звездой Ха-ха-ха Блин очень круто Вот такого фидбэка я ждал Я никогда не забываю Отключаться от колонок Андрея Петровича очень много У меня папа Андрей Петрович Привет папа Но на самом деле Веселый фидбэк Мне нравится Пишите вообще Если ваша школьная история Там вообще завирусилась на класс Что там произошло Что кто говорил Кому попало А нет Вроде бы уже была история Про уборщицу или нет Или это была просто история Про уборщицу Потом кто-то еще Про уборщицу рассказал Какая-то рекурсия Вот такая уже была Вроде бы Но нет Это первый фидбэк 100% первый Ладно ну Погнали к следующей истории Пишите фидбэки Привет Милса Это случилось совсем недавно У нас был урок технологии Девочки занимались Как обычно в классе Ну вот это Гвоздики вбивали Так вот после урока Началась перемена И мы с подругами Вышли погулять по школе Тут к нам подходит Одноклассник и говорит мол Петрушка Прозвище одноклассника Петрушка боже Петр Выпал из окна На Выпал из окна На О боже Че я угораю Чувак с окна выпал Мы тут же побежали в их класс И посмотрели Все ли с ним хорошо К слову кабинет Оходился на первом этаже Ну с первого этажа Можно как бы упасть Там не сильно так травмоопасно Хотя можно умереть Но все равно достаточно высоко Мы смотрим И понимаем Что его там нету Мы спросили где он И оказалось Что с ним все в порядке Позже мальчики нам сказали Что изначально после падения Он не двигался Где-то минуту И лежал на асфальте В одной позе Постригли стрижку Зимний вишня Вот так А потом встал И зашел обратно в школу Естественно Об этом узнали учителя И заучи его отругали ПС его не очистили А трудовик сказал Что поступок смелый Но делать так не надо Поступок смелый Это типа упасть с окна Да ты смелый В чем смелость Я немножко не понимаю Ну ладно Да трудовики Как бы всегда Немножко дебильные Я надеюсь Трудовик живет Не в Алма-Ате Чтоб меня не контузить Тут здесь Хорошая позитивная история Лайк Никто не умер Погнали дальше Привет Милса Эта история произошла В четвертом классе У нас в школе был субботник И все должны были Убрать листья Во дворе школы И нести их кучу С этими листьями Боже Так сложно читать Я устал Листья там несли Во дворе со школы Мальчики нашего класса Каждый раз Когда собирали мешок листьев И относили его к куче Начинали прыгать на ней А под листьями было Много всяких палок И другого опасного мусора И когда они прыгали на ней Один из мальчиков Допустим Его звали Паша Свернул себе шею И вот увезли в больницу Сейчас с ним все хорошо И больше он не учится В нашем классе Вывод Не прыгайте на кучу с листьями Ну да Как бы Вывод хороший Я не знаю Я рассказывал эту историю или нет Я раньше ходил на танцы Я как бы ходил в одну школу А танцы проходили в другой школе Вообще там Типа какой-то актовый зал Там вот это вот все было Я занимался в одной группе Моя сестра занималась в другой группе Она как бы помладше была Я был постарше И мы пока вот с другом ждали Постоянно мою сестру Когда она позанималась Потому что нас вместе привозили Типа один час Мы просто гуляли И ждали пока закончатся танцы У одного И потом придут вторые Короче вы поняли Мы тусили на улице И прыгали в листья Вот осень была И я помню то что Друг такой Давай прыгать в листья Давай прыгать в листья Мы решили попрыгать Там реально была огромная куча Вот как два ребёнка в высоту Ну два метра типа И мы прыгаем в эту кучу Раз прыгнули Классно Два прыгнули Классно Три прыгнули Классно Четвёртый раз Там оказывается была Блетонная плита И вдруг как бы себе Учитель повредил спину То ли я повредил спину Я уже не помню Я помню то что был Какой-то прикол с этим Что мы после этого Никогда в жизни не прыгали в листья Потому что это было дико опасно И хорошо что вы остались живые Потому что прям на бетонную плиту А в бетонной плите знаете Ещё такие вот рожки есть Которые торчат немножко За которые цепляются собственно краны И поднимают Вот около этих рожек упал Короче хорошо что хотя бы остался живой Уже прекрасно как бы да Погнали к следующей истории Эта история произошла 29-го 12-го 22-го Это скорее всего был типа Новый год Это был послеучебный день Перед зимними каникулами И он обошёлся не без приключений Это самые дебильные дни Потому что знаете Перед Новым годом Мне кажется Все максимально расслабляются И творят какую-то дичь Я всегда помню что вот перед Новым годом Это как перед летом Как будто окончание всего Я не знаю как это объяснить Но вот такой вайб Как будто тебе всё можно Вот в школе особенно У нас есть чатик школы Которым ещё 26-го декабря Разослали приглашение на караоке С дискачём В женском туалете Начальной школы Первоклассники Затусим И какие-то девки Выкрали уборщице ключи от туалета Это они такие Надежда Степана Но это ключи Вот так Опа Будет туса Суть была в том Что мы отпрашиваемся в туалет На последнем уроке И идём туда Вы там караоке установили Подождите Я что-то немножко попутал Или нет В туалете типа акустика На этот день X Как только все собрались Мы закрылись И начались караоке Песни инстасамки За деньги да За деньги да И такая физическая приходит За деньги да За деньги да Но мы не подрассчитали то Что у уборщицы Был ещё один ключ И она пойдёт убираться в них Ну я думаю понятно Что потом все 40 человек Были у директора Вывод Проверяйте нет ли уборщицы Ещё одного ключа Классный вывод Вообще типа Нас застукали Мы делали противозаконные действия Но самое главное Нужно было проверять На самом деле Был ли второй ключ Да Вывод Вообще В следующий раз Надо воровать два ключа А не один Ну вы молодцы Как бы нет Ну ладно Хорошая история на самом деле И прикольная Инновационная на самом деле Мне нравится когда В школе на самом деле Такое поощряют Это на самом деле круто Потому что школа Это же блин Какая-то тюрьма по факту Если так посмотреть немножко Отдалиться Реально какая-то тюрьма Ну а если такое поощрять То в школе как бы Даже приятно находиться Если вот вспоминать такие истории Только из-за этих историй Как бы хочется обратно в школу А я вам рассказывал о том Что я как-то барыжил в школе Не ладно Давайте я расскажу У меня до сих пор травма Из-за того что Блин почему мои предпринимательские Как бы жилки Обрубили Алло Короче это был период И вот пятый класс наверное Пятый-шестой класс Когда только начали появляться Телефоны На которые можно было установить игры Апкшки там всякие И на кнопочные телефоны Тоже можно было установить Разные игры Я не помню только А нет помню Зайчик.ру Или что-то такое Типа я не помню Или морковка.ру Сайты на которых можно было Скачать разные игры Там вормс можно было поиграть Вообще все что угодно Можно было установить И на кнопочных Нокии Можно было играть И вот у меня не было Такого телефона На которое можно было Это установить Но у друзей было И в самом начале Я короче такой предложил А давай я тебе буду давать Две гривны За то что я буду урок Целый урок Сидеть и играть в твоем телефоне Ну типа мне очень сильно Хотелось играть в игры И друзья на это шли Типа две гривны Всего лишь дать телефон Чтобы он поиграл Камун Ну и короче Это все превратилось в то Что потом другие друзья Тоже решили так Ну у них не было телефонов Тоже решили так Брать телефоны И в чем прикол Я потом начал брать комиссии За то что Типа давай я договорюсь С этим человеком Чтобы он дал тебе телефон Потому что если учительница Как бы заберет телефон То я пойду договариваться За этот телефон И я получается брал комиссию Они платили уже не две гривны А три гривны Одна гривна шла мне И я получается таки Барыжил немножко Это длилось полгода А потом было школное собрание Где меня как бы вот так Отлупили Потому что Какого хрена ты у детей Деньги берешь Алло Ну по моему это вообще было круто Я день не зарабатывал Йоу С юных лет Ну было прикольно Жалко то что обрубили На самом деле это нужно поощрять Ну камон Я предприниматель Ну а на этом все Спасибо большое что смотрели вообще это видео Пишите свои школьные истории в комментариях Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны С вами был Милс Хел Всем удачки Всех пока Всех пока да Всех люблю Обнимаю Пока Пока